Они молоды и увлечены искусством. Копичанин Артём Курочкин вместе со своими друзьями решили создать в нашем городе такое место, где будут объединены различные творческие направления и идеи. Свой проект под названием «Артерия» ребята позиционируют как независимый культурный центр. Изначально была идея сделать что-то для подростков, для молодёжи, куда можно было хотя бы в выходной день прийти и провести его с пользой. Потому что в городе нет ни постоянно работающих выставок, нет никаких заведений культурно-досуговых с постоянными мероприятиями. Вообще «Артерия» мы задумывали это название как совмещение, как акроним, то есть арт как искусство и терра как земля, то есть территория искусства, территория творчества как культурный центр. Предлагая горожанам курсы кинокритики, проектного обучения и бизнес-компетенций, команда Артёма пока сама не представляет, каков будет результат. Это стартап, и ребята идут на ощупь. Отсюда и диковинные для Копейска курсы рисования Эбру. Изображение создаётся на поверхности воды и затем переносится на бумагу или ткань. Или создание диафильмов. Такое развлечение было популярно в советские времена. Дети берут и вырезают из бумаги рисунки, затем берётся картонная коробка, вырезается, ставит сюда фонарик, рисунок вот сюда, и на стене появляется изображение. Таким образом можно показывать различные сказки и истории. Делается очень легко, думаю, дети 10, 11, 12 этажек постарше, чем сложнее история, тем интереснее это будет делать. Вот такое маленькое домашнее семейное развлечение. В центре ребята планируют проводить чемпионаты по решению бизнес-кейсов, креативные мастер-классы, изучать кино и фотоискусство. Молодые стартаперы обращают внимание и на внешний вид своего детища. Артём хочет, чтобы посетители центра смогли не только получать полезные знания и навыки, но и просто приятно проводить время в уютной атмосфере. На этой площадке мы планируем организовать некоторое подобие бара, где участники открытия могут прийти попить чай, кофе, имбирный эль, съесть пару десертов. И если это родители, то подождать своих детей в комфортной атмосфере, пока они проводят время на активной зоне и на мастер-классах. Вот под это мы делаем площадку. Также сюда мы планируем поместить несколько фотозон, в которых можно сфотографироваться. В общем, сделать все максимально красиво. Сейчас Артём и команда готовятся к открытию центра. Сами косят траву и делают открытую площадку. Здесь жители города смогут смотреть фестивальные фильмы и короткометражки прямо на открытом воздухе. В планах у ребят освоить все пространство у стадиона, сделать его привлекательным для досуга. Не прося помощи и рассчитывая только на себя, молодые люди потихоньку превращают Копейск в город, в котором хочется жить.